ПЕСНЯ 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 Вызывает царь генерала, ажно, прям из-под одеяла. Генерал в панике ищет подштанники, понимает, зовут не на пряники. Царь на троне сидит, на весь мир сердит. Чёрный от злости, как ворон на погосте. Войне бил в стимя лок, не попал в федот в зелок. Об тебе уже составлен специальный некролог. Только надо бы нарешить, как верней тебя решить. А головы шить канделябром, а подушкой задушить. Уплошал я государь, вот тебе сабля, хочешь удать. Только больше тем федотом мне мозги не скипятать. Что дурак, ёбе суть, у меня иная суть. Мне куда-нибудь в атаку, а на штурм куда-нибудь. Ты с мячом-то боевой, только вот чего усвой. Побеждать федота надо не мячом, а головой. Ну а будешь так же скоро, как ты был до этих пор. Я тебе, коровью морда, сам пристрою под топор. Наш дурак снова ум напряг. Ай, был того ума невеликий закрома. Думал-думал, ничего не надумал. Циску Псу Фараву и к Еге, к Дубраву. Увязал-то генерала, сиганула аж до Урала. Да опомнилась и вернулась. Как бы хуже не обернулась. Ты чабой-то не в себе. Вот и прыщик на губе. Ох, растрачишь ты здоровье в политической борьбе. Скушай зайчий помёд. Он ядрёный, он проймёт. И куды целебний мёду. Хоть по вкусу и не мёд. Он на вкус хотя и крут. И с него бывало, мрут. Но какие выживают. Те до старости, до старости живут. Ты мне бабка не крути. Ты известивый пути. Ты придумай, как Федота до могилы довезти. Скорь не билась ты ига, а не вышло нифига. Раздобыл Федота Леня драгоценный рога. Вообще-то я хитра. В смысле подлости нутра. Да чего это мне сегодня не колдуется с утра? Вот и колет, и болит, и в груди огнём болит. Я давно подозреваю у себя энцефалит. Ой, чего-то худо мне. Слышь, как хрумкает в спине. Словом, раз такое дело я вообще наберу дни. Захворала не беда. Съешь лягушку из пруда. Нет надёжней медицины, чем природная среда. Ты морочить не мозги даже думать не моги. Ты лучше всю свою подалючесть на работу напряге. А полезешь на рожон, выну саблю из ножон. Ты хотя мне и подруга, а порядок быть должен. Калдуй, баба, колдуй, дед. Трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый. Про стрельцам не дай ответ. Пусть Федот проявит прыть. Пусть сумеет он добыть. То, чего на белом свете вообще не может быть. Ну, Федот, теперь держись. Тело верное окажись. Вот уж это задание Ты не выполнишь ни в жесть. Вызывает царь стрельца удалого молодца. Опять порученье государственного значения. Когда же кончится это мученье? А меж тем, в сказке далеко до развязки. И с хитричком и не добыть то, чего не может быть. Запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. А не выполнишь кутру, в порошок тебе сотру. Потому как твой характер мне давно не поюкру. Так что нечего губы дуть. А давай скорее в путь. Государственные дела. Да ухватываешь, стой. Пришел Федот домой, жучь смерть самой. Бел, как мел, лицом занемел. Село окна, в глазах пелена. Кинулась маня, а он ноль внимания. Будешь в печали, коли смерть за плечами. Ну-ка, душу мне излей. Отчего ты черта злей? Аль в салате помиласки не хватает трюфелей. Я твою, Марусь, меню, исключительно. Только жизнь мою, Маруся, загубили на корню. Что мне делать? Как мне быть? Как беду мою избыть? Приказал мне царь доставить то, чего не может быть. Не печалься и не хнычь. Стоит только кинуть клич. Ну-ка, встаньте предо мною. Птит Кузьмич и фрол Фомич. Коли поняли приказ. Выполняйте сей же час. Извиняемся, хозяйка. Это дело не про нас. Как бы схемку или чертеж? Мы б затеяли вертеж. Ну а так ищи сколь хошь. Черта лысого найдешь. Как добыть? Где искать и как добыть? То чего не может быть. Ведь его ж на свете нету. Сколько землю не копыть. Извини меня, друг Федот. Не велик с меня давно. Знать судьба тебе, любимый. Самому идти в поход. За границей не блуди. В чистоте себя блюди. В разговоры не мешайся. И знакомств не заводи. Избегай прямых дорог. Избегай пустых морок. Думай больше о здоровье. Ешь сметану и творог. Ты, Марусь, того не трусь. Образуется Марусь. Всполню царское задание. И целехоньким вернусь. Без меня не унывай. Чаще пику споливай. Хочешь играй на балалайке. Хочешь на пальцах вышивай. Ну а сунется такой, Кто нарушит твой покой. Мне тебя учить не надо. Сковород, друг. Ушел Федот в саморский поход. Узнал про то генерал. Последний ум потерял. Бежит наш хитрец к царю во дворец. Доложить, что стрельцу конец. Уж и дырку для ордена просверлил. Толстом ордена. Хороша ль, плоха ль бей. Ты кладай мне все как есть. Лучше горькое, но правда, Чем приятное, но лесть. Только если ель ты бей, Снова будь и бог бей. Ты и за я такую правду На десять можешь сесть. Но кладу ее. Чуть заря, Петька поднял я пыря. И слава богу, Вот вязались от него тупыря. Вот пущает паразит По морям ее гозит. На, с тобой за. И эту хорю Больше видеть не грозит. Ну-ка, нянька, Будь седы. Принимающиеся труды. Рви из темечка волосья. Те, которые седы. А какие не седы, Ты расчесывай в ряды. Да, полегче дребешком-то. У меня там не сады. Что чесать-то, старый черт? Коли лысину печет. Тебе тут каждый волос Надо ставить на учет. И на кой тебе нужна В этом возрасте жена? Ведь тебе же, как мужчине, Извиняюсь, гроз цена. Хоть волосьев я лишен, А жениться я должен. Шах персидский тоже лысый, А имеет сорок жен. Я ж хочу всего одну Завести себе жену. Мещь я в интимном смысле Ни одну не потяну. На кушах-то, видать, Есть и силушка, и стать. А тебя, девчонка, Должность под коровью не видать. У тебя в твоей лета Сил все-таки не дам. Поперек бы ты здоровьем, Ведь тебе уж больше ста. Эх, важность, больше ста. Лишь бы кровь была густа. Говорят, любви покорной Все буквально возраста. Так что нянька, Хошь не хошь, А я на дело хошь. Коли все любви покорны, Так и я покорный тоже. Ты дружок из тех мужей, Что безвейнее мужей. И гостя-то не кустарь, Не сказать еще хуже. Чтоб чужую бабу скрасить, Надо пыл иметь и страсть. А твоя сейчас задача На кладбище не попасть. Ну а ты че молчишь, Медальками прянчишь, А не видишь, как пуганят Государственный престиж. Нянька гнет меня в духу, А министр не гу-го. Ты у нас по обороне Нанитает пар врагов. Так ведь, да, Бабьи-то суды, Про мужчин всегда худы. Так к себе не сумлевайся, Ты любовник хоть худы. Гордый профиль, Твердый шаг. Со спины так чистый шаг. Только сдвинь коронку на бок, Чтоб не висла на ушах. Вот министр мне не враг. Все как есть, сказал, Безвраг. А это он мужик не глупый, Не глядишь он дурак. От тебя ж один бедлам, Стыд царю, Конфуз послам. Я давно интересуюсь. Ты не засланный к нам? Не шпионе не вреди, А смиристи гляди. Разговор у нас с тобою. Бой крупный впереди. Едет царь к мане, Оказывать внимание. Сам в карете сидит, Да колонном смердит. За царем свита, Напудрено завито, За свитую сундук, Казинаки и фундук. Все честь по чести, Едет царь к невесте. По заданию царя, Фечка, Вот был за моря, В общем, Я его отседа, Сплавил, Проще говоря, Шоб мне бедствовать одной, Становись моей женой, А че, мужик, я бедный, И на ласку заводной. Не успел еще Федот Шабу сделать от ворот, А уж вороны слетелись На Федотов огород. Ты мне, девка, не дури, Предлагаю, да бери, Чай к тебе не каждый вечер, Ходят удовы и цари. В сей же час, я говорю, Собирайся к алтарю, Очумела от восторга, Так нюхними шитерю. Ты уж лучше, государь, За другими приудай, Мне ж забота Ждать Федота И глядеть на календарь. Полная девка, Слухи врут, Ждать стрельца напрасный труд, Он в какой Гонконге Жрет такой грифрут. Ты сам отрек взвесь, Он тогда, А ты-то здесь, Нет теперь еще Федота, Был Федот, Вышел весь. Хоть сяки меня мечом, Хоть руби меня мечом, Все одно, Твоей супругой Я не стану, Ни почем. Ты, Марусь, Меня не зли, И конфликт со мной не отлик, Мне на медне из Парижу Дильятину привезли. В свете сказано мной, Лучше будь моей женой, У меня ведь тоже нервы, Я ведь тоже не стальной. Ходи постылый прочь, И в мужья себя не прочь, Не уйдешь, Так я могу и сковородку помочь. Ну-ка, Те, что у дверей, В кандалы ее скорей, Это что еще забота Сковородками в царей? Вот помаешься в тюрьме, И поправишься в уме, Скорти, девка, не копенься, А поженимся в зиме. Изловить меня балда, Много надо на труда, До свидания, друг Муси, Может, свидимся когда-нибудь. Обернулась Маруся птицей, Как и раньше, лесной голубицей, Крылышками взмахнула И от царя упоркнула. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На сцене Самые старшие Наши артисты, Ребята Одиннадцатого класса, Конечно, Великолепной, Совершенно актерской игрой И с великолепным юмором. Спасибо, ребята! Но разговор чуть позже О наших впечатлениях. А сейчас Одиннадцатый класс Очень быстро выкатывает Свою декорацию основную В коридору.